так внимание что саду алексея ивановича макарова вот не упущу ни одной возможности чтобы узнали его мнение его мысли его опыт это мой долг это мое призвание никогда не тянуло дело только на себя это не ко мне это диалог время есть такое я обкладывал молодые деревца лапником вроде как и заяц не достанет до коры но с другой стороны я знаю и отрицательную сторону всего этого вот и сказал солнце обжигает ты понимаешь много мы начитались литературы которую вообще в туалете повесить не стоит чтобы это мечтал а там могут прочитать так вот солнце не обжигает солнце помогает дереву выжить даже зимой вот это маленькое количество тепло солнца нам кажется маленькое а это солнечное сияние солнечная радиация это помощь дереву не знаем сколько надо получать без этого солнца совсем плохо почему на северах не растут деревья не хватает не хватает там очень редко выходит солнце так вот когда солнце немножко подогревает кору дерево продолжает между очень жить она даже зимой утолщается корни подают свой так называемый антифриз почему и замерзает деревья потому что они продолжают жить и вот это легкое подогревание именно живого дерева посмотри у мертвого такого не будет стоящее сухое в области корневой шейки вот в области границы снега и дерево всегда образуется небольшое протаивание и дерево освобождается один от ледяной корки и ледяного блина внизу только потому что дереву чуть-чуть не хватает тепла и солнце ему помогает и значит освобождается от снега и от льда и значит дерево продолжает корневая шейка дышать и это все в купе помогает дереву перестоять зиму любое обматывание тут как и везде палка двух концах где-то ты помогаешь а где-то а где-то ты ему мешаешь жить мы мешаем порой жить да зайцы до вредят это природа это жизнь да это естественная гору много можно чего наговорить каждый выбирает сам но и я уже так давно не делаю до бывают потери но в общем сад меня за это благодарит слушай никогда бы не подумала ведь правда около каждого деева около каждого стволика обязательно проталинка вот ее больше нигде нет а вот в этом месте проталинка вот видишь но попробую но во первых уже яблонька уже постарше все таки не совсем девочки вот уже все таки сколько по четыре года сейчас не помню сколько четыре не меньше но вот видишь тем более уже это практически яблони которые вышли из-под контроля не больше ничего не надо абсолютно ничего только урожай собирает вот что еще по поводу того что явно температура снега окружающей среды ниже чем у скажем так растительность то есть у той же яблоньки это конечно видно еще когда разгребают снег и вокруг древесины знаешь такая кулак ледяной вот как прошлом году были и оттепили а мороз был периодически так вот разница температур всегда порождает скажем так границу промораживания вокруг этого столика собирается именно вода в кулак спрашивается откуда если на улице минус откуда там влага да потому что дерево саму корневая подают антифриз и там все-таки присутствует какой-то плюс так вот на границе плюса и минуса всегда конденсат конденсат собирается вот в эту грушу и я время от времени ходил еще особенно у маленьких саженцев отбивал это дело ломал старался не повредить кору большим яблоням это не страшно там настолько хороший плюс что вокруг него даже тает именно вокруг этой яблони а маленькие саженцы там температур существует но очень маленький плюс и поэтому там мороз побеждает и они от этого страдают можно потерять корневая шейка подкрывает это вот у груш абрикосов они вот такие вот вот есть такая беда поэтому солнце зимой это наш наш помощник а когда говорят белить это наши враги ведь сады и райские и вообще до наших современных садов никто никогда не белил и сады были сейчас их вывели вот благодаря вот этим описанием из москвы они же хотят чтобы мы уничтожили сады и ходили у них каждую весну снова покупали деревья и продают эту краску по белку и чё только еще и секаторы химии чертовой а у них одна мысль чтобы каждый раз ходили у них и покупали а если наши старики сажали деревья за ними не ухаживали так и нам доставалось правнуки ели из тех деревьев которые сажали предки сейчас такого нет сейчас пойди найди старое дерево 30 40 лет это максимально это только потому что оно росло на отшибе никому не нужно было никому в голову не приходилось за ним ухаживать а весь сад у нас молодой и всегда молодой и молодым умирает вот что значит политика пожалуйста политика в сельском хозяйстве потому что власти сидят вавиловцы а должны конце концов прийти лысенковцы мичуринцы и тогда у нас снова по земле повсеместно будет райский сад спасибо за внимание ну вот как-то был период когда я не обрабатывала ничем деревья вот я же вижу как вот этот лишай-то пошел потом ты мне сказал не медным купоросом а железным железо яблони железо любят и именно им ты и в апреле обработай вот два года я обрабатывала насколько улучшилось состояние древесины просто кардинально ну опять могу сказать алаверды мой милый друг алаверды а я и не делаю и даже железом купоросом тебе просто хочется видеть дерево чистым и красивым по твоим понятиям это здорово а на самом деле тот же лишай он не вредит дереву а он с ним в симбиозе опять же этот лишай ты если бы заметила находится только с северной стороны это чем говорит а это говорит о том что дерево позволяет ему расти только с северной стороны и защищать себя от северных иссушающих ветров вот так это примерно я понимаю ларис ну ты понимаешь не надо мучиться если не идет но значит почва неподготовлена это предлагаю гораздо проще вариант слушать слушать именно а знаешь что слушать вот сейчас 4 часа вечера начнется бесплатный вебинар железова валерий константиновича знаменитый садовод сибири вот уже вебинар там скоро двухсотый будет конечно хорошо если сами собираешься заниматься серьезно садом начинать его с первого вебинара потому что там с азов именно начинается но ничего не будет плохого если ты его начнешь слушать сегодня конечно тут есть уже и воспитание детей и политика подмешивается то есть вроде как сумбурно ведет но потому что он давно это все ведет а за и он давно прошел но все равно время от времени к этому возвращается ты знаешь вот мне казалось я все знаю все ну не все скажем тогда но я многое знаю и тем не менее всегда его слушаю быть в курсе дел новинок потом уже связывать на себе весь народ нашей россии и не только россии ты послушай его послушай может тебе заинтересует это дело это все в же самое но гораздо съедобнее чем будешь себя заставлять оставлять не надо зубрежкой никогда ничего человек не добивался спасибо четыре часа попробуй найти его вебинар валерия константиновича железова так 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 ну раз уж он поднял эту тему мой друг алексей иванович давайте тогда посмотрим где этот вебинар и так до новичков вроде той ларисы набираем набираем сайт садового железова вот просто три слова в яндексе сайт садового железова вот он официальный сайт стоит сюда попасть дальше начинать советую хоть это опасно с фотогалереи вчера подъезды холидом потом посмотреть все вот это вот по качеству плодов это лучший сад в россии один из лучших наверное на украине вот белоруссии там климат получше там могут быть такие плоды в россии это пока не достижимо для тех кто занимается этим официально к сожалению это так и вот тогда когда вы это увидите переисполнитесь доверием в россии книги смотрите в россии книги вот я только копию делал каждую неделю вебинар вот смотрите регистрация через электронную почту пожалуйста регистрация через личное сообщение в контакте пожалуйста еще один способ на youtube канале вот он все это вот для того чтобы вы могли участвовать потому что вот Алексей Иванович сказал страшно кощунственную вещь жуткую деревья не надо белить деревья вредно белить представляете вся современная агротехника основана на этом к огромному сожалению я уже сто раз говорил по белкам давно прекращена появилась покраска специальные краски по уничтожению коры дерева значит всего дерева на этом разрешите откладиться вот Алексей Иванович спасибо за диалог с Ларисой установить запись я посмотрю в луку прощание на луку луку на